друзья всем привет вы на канале будь мужиком и сегодня хочу вам рассказать и показать насос который находится у нас с вами на газовых котлах на газовых котлах он идет несколько необычный помимо обычной ракушки там гидравлическая часть связана еще со многими элементами такими как воздушник предохранительный клапан и многое другое и вот именно вот это все а также его устройство я сейчас вам буду показывать также покажу вам электрическую часть ну что друзья наш подопытный вот он это у нас насос вилла если вдруг не видно 230 вольт pn110 tf110 класс f вилла первая скорость 36 ватт третья скорость 91 и самое главное тип насоса rs25.6 compact-3p под таким основным проблемам пройдемся если вдруг вы какие-то проблемы здесь сегодня не услышите то вы можете посмотреть мои видеоролики оставлю его в описании там я рассказываю как раз про циркуляционные насосы и там я разобрал все причины которые могут влиять на качество его работы а также все неисправности и способы их устранения когда мы раскрутили наши болтики мы можем из ракушки вынимать наш двигатель то есть сам двигатель вот и вот наша ракушка давайте сначала поговорим с вами о двигателе а затем о ракушке ее составляющих ну в общем я как раз вам расскажу и покажу устройство самого воздушного клапана покажу вам как работает сливной кран ну и такое прочее самое основное значит это у нас прокладка прокладка у нас идет вот сюда вот на ракушке вставляется под двигатель смотрите далее я думаю здесь любой не профессионал даже определить что насос стоял не родной насколько вы знаете в этих кольцах здесь очень часто идет такая шайба и эту шайбу судя по всему какой-то турбиной или даже глядя на эти порезы можно сказать даже возможно каким-то напильником просто стесали поэтому этот насос со временем пришлось заменить у клиентов это его рабочее колесо то есть снизу вода поступает это сюда то есть она у нас идет снизу отсюда выходит сюда затем поступает вот сюда в рабочее колесо рабочее колесо кружится и далее выбрасывает поток жидкости вот сюда смотрите вот вот сюда и то есть это у нас пошла подача то есть забор всегда идет снизу и выброс идет потом сюда то есть таким образом определив где забор идет жидкости вы можете определить в какую сторону насос качает любой вообще где бы он ни был установлен распространенная неисправность которые сталкиваются все и постоянно и постоянно мне задают эти вопросы смотрите люди наконец-то мастеров далеко не всегда нужно вызывать иногда все можно сделать самостоятельно берете вот такую вот отверточку с вот такой вот кучей насадок обязательно только изолированную чтобы вода у вас электричеством не ударила но шутка конечно кто не понял затем откручиваете вот это колесо рабочее отсюда у вас начинает литься жидкость фонтанчиком чем больше давление тем сильнее она вас брыжет затем здесь внутри идет вал и этот вал у нас имеет прорезь так вот если насос у вас не работает вставляете туда плоскую отвертку и прокручиваете этот вал и смотрите что происходит вы отверткой в отверткой прокручиваете вал видите если насос прикипел вы его просто отверткой проворачиваете сдвигаете с места и насос начинает нормально работать смотрите для того чтобы посмотреть в каком состоянии находится сам наш статор вот у нас есть такая вот здесь вот подковырка есть здесь вот подковырка есть и вот в любую какую-нибудь подковырку какую вам удобно вставляете что-нибудь что не жалко испортить и поломать и вот так вот делаете если не получается то при помощи молотка и чьей-то матери получится как в том анекдоте то есть вот эти вот звуки постоянно были в этом насосе и вот эти вот звуки как раз и создавали шум при работе насоса насос тарабанил ну и соответственно пришлось его менять но и хозяин конечно захотел заменить все это дело вместе с гидравлической частью то есть принципе это у нас стакан в стакане крутится сам ротор сам стакан вставляется у нас сюда в статор подробно как она разбирается из чего она состоит что для чего нужно по пластинам статору обмоткам то есть все это я уже разобрал в своем видеоролике который называется ремонт циркуляционного насоса ссылочку я оставлю в описании к видео вставляем это дело обратно и показываем если это ставится пришлось вставлять его кулаком так же как и вынимать далее ребята доступ к электрической части в насосах вилла у нас идет как вы уже поняли под вот этой крышечкой здесь она вставляется фишечка от наших двигателей смотрите здесь у нас есть пластиковая пластмассочка вставляем сюда тонкую отверточку и делаем так скидыш и она открывается здесь у нас остается в руках регулятор скоростей ну и также остается в общем-то провода все остальное тоже в корпусе если вы хотите узнать фазировку в вашем двигателе где какой провод приходит но вот эту фишечку это очень просто скинули крышку вот так вот отгибаем термо кембрик смотрим коричневый синий желтый соответственно коричневый синий желтый значит фаза 0 земля ну а здесь уже конечно все в свободном доступе фаза 0 земля вот очень часто причиной отказа насоса если вы проворачиваете ротор и все в порядке является вот этот конденсатор зачастую если его заменить кому надо вот кстати его характеристики он у нас идет с вами на 400 вольт грубо говоря 2 микрофарада то есть берете конденсатор на 2 микрофарада тупо отрезаете его подключаете новый и возможно замена насоса 100 долларов вам не понадобится а понадобится замена данного конденсатора стоимостью в 1 доллар то есть что в общем то сто раз дешевле чем купить новый двигатель вставляете все обратно и снова все начинает работать вот такой вот интересный и полезный лайфхак если вы хотите проверить поступает ли у вас сюда напряжение это делается очень просто здесь у нас вот есть такие крепежики просто отключаем 0 отключаем фазу ну и соответственно землю тоже включаем сюда 3 провода отключаем и подключаем на фазу фазу вот так вот педальку нажимаем и он открывается на 0 подключаем 0 и проверяем будет ли крутиться наш насос но проверяем буквально вот быстренько так чик дали питание он если начал крутиться значит все в порядке с вашим насосом долго так крутить нельзя буквально секунду-две потому что если будете крутить дольше то двигатель у вас перегреется и в общем хана ему будет потому что охлаждение у него идет водяное сам двигатель у нас идет с водяной рубашкой то есть в этой части как вы понимаете везде внутри находится вода вода у нас имеет и смазывающие и охлаждающие действия соответственно если вы двигатель долго будете крутить без воды двигатель тут же перегреется и что-нибудь у вас обязательно испортится и тогда в любом случае вы уже попадаете на замену двигателя вашего насоса гидравлическая часть самое интересное многие почему-то не знают что можно сливать воду с нашего котла при помощи вентиля здесь у нас есть вот такой вентиль начинают сливать через радиатор фильтра и все остальное ребят но я понимаю это хорошо но так вы сли сольете с вашей системы слишком много воды для того чтобы не сливать огромное количество просто перекрываете краны перед котлом и вот эту вот вещь что делаете вот так вот чуть выкрутили и все и у вас отсюда во сливается вода с вашего котла вода слилась кроме того вы еще и шлангочку сюда можете надеть и ничего не забрызгать вообще двигатель зачастую у нас стоит вот так то есть тут мы подключаем нашу электрическую часть и все остальное смотрите для того чтобы понять например откуда куда насос качает очень просто где воздушник стоит значит это у нас подача после насоса снизу у нас возвращается в котел обратка соответственно с какой стороны у нас насос находится в котле с той стороны у нас в котле находится и обратка это очень просто не путайте пожалуйста при подключении особенно монтажники смотрите сбоку у нас есть два отверстия одно отверстие у нас идет для подключения расширительного бака в данном случае это у нас насос котла ferroli dummy project здесь у нас идет подключение расширительного бака здесь у нас идет подключение датчика давления то бишь самого именно манометра не просто датчика давления, а манометра, который показывает у вас на котле давление. Здесь у нас стоит воздушник, я его тоже вам покажу, разберу. Здесь сзади на котле у нас устанавливается предохранительный клапан, здесь у нас устанавливается датчик давления в системе. С этой стороны сбоку у нас подключается кран подпитки. В случае превышения давления в системе отопления ваш предохранительный клапан начинает срабатывать, который вот здесь устанавливается и заливает вам весь пол водой. Но это тоже не особо комфортно. Здесь у нас устанавливается с нижней стороны зачастую переход. Вот здесь его скоба. Вот это его скоба. Скобу вытаскиваете и переход вытаскиваете. Но если вы меняете всю вот эту гидравлическую часть вместе с насосом, я вам крайне не рекомендую вытаскивать этот переход. Вытаскивается он в принципе вытаскивается, а вот вставить его потом обратно будет вам очень тяжело, даже если вы его смазкой смажете. Поэтому если вы имеете возможность заменить эту гидравлическую часть целиком, не снимая этот переходик, не снимайте. Сзади здесь у нас заглушка. На новых насосах зачастую вот здесь вот у нас идет просто дырочка и в комплекте с ним заглушка. Получается заглушку с прокладкой вы вставляете сюда, а здесь ставите фиксирующую скобу. Но на этом насосе он получается оригинальный, он шел вместе с котлом, соответственно тут дырочек нету. На новых насосах, когда вы будете менять, есть такая вероятность, что насос будет универсальный для нескольких моделей и поэтому будете ставить заглушку сюда вот фиксирующую скобу, чпок-чпок и все, поехали. Воздушный клапан, он же автоматический воздухоотводчик, он же воздушник, находится вот здесь. Вытаскиваете скобу, вытаскиваете воздушный клапан и в общем то вот что у вас находится снизу. Как вы понимаете, здесь у вас поступает вода снизу и воздушный клапан, определив что у вас воздух в системе, спускает воздух. Если воздуха нет, то он закрывается. То есть механизм у него очень простой, вот такой вот поплавковый. Так как это у нас уже в принципе все пойдет на мусор, я вам его сейчас раскручу чем попало. Вообще тут в принципе вставляется шестигранник и он шестигранником выкручивается, но я вам его сейчас выкручу чем попало. Раз и поплавок выпал. Смотрите его устройство. Вот у нас внутренняя часть, вот поплавок. Ну и вот в общем то фиксирующая такая пружинка. На этой пружинке поплавок скачет. То есть поплавок сюда попадает вот таким вот образом. Раз и на нем играет, ходит вот так вот. Соответственно поплавок у нас вставляется вот сюда. Вот смотрим. Вот так вот вставляем сюда. Раз. Со стороны отверстия вставляем наш механизм подпружиненный. Раз. Если у вас поплавок новый, рабочий, вы его не собираетесь выбрасывать, так как я не курочим. Вставляем сюда шестигранник. Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, что видеоролик вам понравился, что вы сделаете для себя какие-нибудь полезные выводы, а может быть вам станет намного проще ремонтировать газовые котлы. А может вы просто свой котел сейчас отремонтировали. В общем, если я вам принялся в пользу, то ставьте лайки, делитесь моим видеороликом и всем пока и до новых встреч!